Нальчик, Калейдоскоп В сегодняшнем выпуске вы увидите. В начале мы покажем передачу телевидения Кабардино-Балкарской Республики «Настоящее и будущее». А завершит выпуск телевизионный фильм «Заповедная земля». Надеемся, что эти телевизионные материалы вызовут у вас интерес. Оставайтесь с нами и смотрите Калейдоскоп. Сегодня мы беседуем с директором радиотелевизионного передающего центра Кабардино-Балкарской Республики Сафудином Наурбевичем Жиляевым. Сафудин, нам очень приятно, что вы нашли время для встречи с нами. Я хотел бы задать такой вопрос. Вот каково настоящее и будущее телевидение в Кабардино-Балкарской Республике? Насчет будущего это однозначно. Цифровое телевидение уже в Республике, что первый мультиплекс, что второй мультиплекс полностью работает на сегодняшний день. Буквально на днях стало известно, что аналоговое вещание федеральной телеканалы, которые вошли в первый и второй мультиплекс, будет отключено с 15 апреля на территории Республики. Те аналоги, которые не вошли в первый и второй мультиплекс, также будут продолжать работу в аналоговом формате. Это имеется в виду ваш телеканал, это имеется в виду первый КБР. Пока у вас лицензия обещательная, пока у вас финансирование, у вас же финансирование республиканское, пока оно осуществляется, аналоговое телевидение региональное отключаться не будет. На сегодняшний день по Республике охват первым и вторым мультиплексом полностью на 100% практически. То есть и горные районы тоже, да? И вся территория Республики практически охват 99,9%. Сейчас население абсолютно без проблем могут смотреть и первый, и второй мультиплекс. Чтобы ее смотреть, многие сейчас вопрос задают, как быть, как ее смотреть. Если он, телезритель, на своем экране видит возле логотипа, там, букву А, значит, он смотрит до сих пор аналог. Ему надо уже беспокоиться или перенастройку телевизора сделать. Если телевизор старый, до 13-го года выпуска, значит, ему надо приставку. Если у него нет возможности приобрести современный новый телевизор, адаптированный под цифровое телевидение. Нужна наружная антенна или комнатная антенна, настройка телевизора, если он раньше не смотрел. И будет абсолютно в хорошем качестве и 20 каналов смотреть. Много телезрителей вопрос задают, что с аналогом будет, жители республики задают, что будет с региональным телевидением. Я говорю, будет аналог отключаться будет, это федеральные каналы, а региональное телевидение, как оно работало в аналоговом формате, на тех же каналах, на тех же частотах, также будет продолжать вещание. То есть, беспокойство излишне, да, по этому поводу? Беспокойство абсолютно излишне. Когда мы снимали несколько лет назад, был разговор о том, что будет все-таки третий мультиплекс. Сейчас стоит об этом вопрос, разговор. И когда ожидать третий мультиплекс, если он будет вообще так? Ну, третий мультиплекс, все-таки это решение правительства Российской Федерации. Сейчас оно временно отложено в рассмотрении. Но, я думаю, к этому еще вопросы вернемся. А третий мультиплекс в этом году точно уже, наверное, рассматриваться не будет. Будем ждать, 19-го года, может, что-то и будет. Сейчас рано по третий мультиплекс говорить, но с повестки дня он не снят еще. Все, опять же, заключается в финансировании. Это уже не будет федеральный бюджет, это уже будет чисто, так скажем, спонсорская, коммерческая. Или там, плюс, может, регион, если смогут помочь, свое какое-то это софинансирование сделать. Тогда, наверное, и будет третий мультиплекс. На сегодняшний день не стоит вопрос о третьем мультиплексе. Собудим, ну вот я знаю, что у вас ретрансляционная система, да, вот для того, чтобы передавать сигналы в горные районы. Сколько у вас вот стоит ретрансляторов, и как успешно они справляются с этой задачей? Сейчас по республике 38 объектов абсолютно новые. Ну, оттуда вещание с 38 объектов. Зона охвата получается 99,9%. То есть это практически стопроцентный охват. То есть в самых высокогорных, отдаленных районах республики прием сигнала устойчивый, да, в том числе и цифрового телевидения? Я про цифровое говорю. Да, да, да. Независимо, где он живет, хоть там в Булунгу или там, скажем, в равниной части, там, Малакановской или Дальной, полностью охват стопроцентным цифровым телевидением. 20 цифровых телеканалов, полностью без всяких там искажений или что, ну, с хорошим качеством. Ну, я вас поздравляю. Собственно говоря, это достижение ваших сотрудников, ваших работников, инженерной службы. И, на мой взгляд, это достаточно сложная была задача, да? Ну, естественно, такой опыт, скажем, такого объема за такое короткое время, это очень тяжело. Начали мы строительство в 2010 году. Это системный проект, проектирование, отвод земельных участков, выполнение всяких там градостроительных кодексов, законов, там, статей. Все это согласовать было на разных уровнях. Естественно, это большой объем и трудоемкий процесс. Но, тем не менее, вовремя справились. Сейчас 38 объектов работают, введены в эксплуатацию, и население может наслаждаться. Так скажем, подарок на 19-й год. Цифровое телевидение, оно отличается от аналога. Естественно, там, начиная вообще от формирования телесигнала и заканчивая приемом того же телесигнала, это совсем формат и, скажем, и стандарты совсем другие. Поэтому там пришлось и, начиная от строительства объектов, заканчивая и оборудованием, оно все новое. Оно совсем, скажем, по другим стандартам работает. И приходилось инженерно-техническому составу филиала обучаться, переобучиваться. Естественно, это новый этап, это новое, скажем, возрождение филиала. Сейчас и интересно будет работать. Сейчас уже и люди выезжают там, и определенные там навыки уже имеют, чтобы, если в случае там аварийных ситуаций, выстрелить кратчайшие сроки. Эти люди непосредственно связаны с радио и телевидением. Хотя в кадре мы их практически не видим. Но от их слаженной, добросовестной и квалифицированной работы зависит очень многое. Сложные инженерно-радио-телевизионные сооружения требуют постоянного внимания, обслуживания и именно высококвалифицированными, опытными специалистами. А еще их называют хозяева эфира. В связи с переходом на цифровое телевизионное вещание сотрудниками радио-телевизионного передающего центра сделан большой объем работы. А это так называемая вышка. Можно сказать, сердце радио и телевидения Кабардино-Балкария. Благодаря этому передающему центру жители Кабардино-Балкарии получают телевизионный сигнал. И мой собеседник, начальник цеха УКВ РТПЦ КБР Владимир Николаевич Черкашин. На сегодняшний день в телевидении настолько большой перелом переходит, который в двух словах просто описать невозможно. Если, скажем так, на заре нашего телевидения, когда мы в аналоговом сигнале переходили от черно-белого к цветному, это было легко и просто, и этого почти никто не заметил. То есть люди имели цветные телевизоры, смотрели цветное телевидение. Те, у кого были черно-белые телевизоры, они смотрели тоже цветное, только в черно-белом виде. И наоборот, сейчас же революция заключается в том, что абсолютно кардинально меняется формат телевизионного вещания и формат телевизионного сигнала. Уже никакой из имеющихся на сегодняшний день ваших старых телевизоров просто так этот цифровой сигнал показывать не будет. То есть нужен уже телевизор, специально сделанный под цифровое телевидение. Чем он отличается? Он отличается тем, что у него внутри уже стоит, ну скажем так, компьютер. Это уже не телевизор. Это совмещенный в одном корпусе компьютер с монитором. И цифровой сигнал, он настолько качественный получается, что вы видите картинку так же, как на экране компьютера, скажем. На сегодняшний день у нас сейчас уже пошли телевизоры, именно приспособленные под ту систему телевизионного вещания, которая принята государственным стандартом. Эта система называется DVB-T2. Телевизоры, выпущенные производителями, ведущими до августа 2012-го, этот формат не поддерживают. Считайте, что он у вас показывать не будет. Просто так, без дополнительных примочек, скажем так. А примочки – это маленькая приставочка, которая подключается к любому телевизору, хоть выпущенному до августа 2012-го года, хоть к старому телевизору, обыкновенному, с кинескопом, большому, маленькому, не имеет значения. С приставочкой будет показывать любой телевизор. Значит, какое мы получаем преимущество при использовании цифрового телевидения? Если раньше, ну вот взять, допустим, нашу республику, ну в большинстве районов, особенно предгорных, телевизоры показывали один, максимум два канала. То есть это первый, редко первый, второй. Говорить о тех каналах, которые мы смотрим в Нальчике, в предгорьях вообще не имеет смысла. Потому что там, ну практически ничего не было. По программе развития телерадиовещания в России РТПЦ КБР проводил огромную работу по расширению вещания дополнительных каналов в республике. Но с принятием федеральной целевой программы развития цифрового телевидения, значит, ну, скажем так, работа эта была приостановлена на определенном этапе, так как она не имела дальнейшего смысла. Сейчас по федеральной целевой программе цифрового телерадиовещания буквально все населенные пункты Кабардино-Балкарии получат цифровой сигнал. Основная ваша задача вот здесь, как начальника цеха и вашего коллектива? Обеспечение бесперебойной работы оборудования. Это главнейшая наша задача, над выполнением которой мы трудимся уже в течение многих десятилетий. Мы не имеем права людей оставлять без телевидения. Эта задача поставлена перед нами правительством Российской Федерации. И все, кто трудится здесь, мало того, что часть коллектива трудится над развитием телевидения, Часть коллектива трудится над тем, чтобы обеспечивать бесперебойное, круглосуточное вещание без всяких аварий, без всяких, ну скажем так, чрезвычайных происшествий, нарушений и всего прочего. Трудятся высококвалифицированные специалисты. Коллектив уже сложился очень давно. Сейчас, да, у нас добавляются молодые специалисты. К сожалению, в нашей республике очень трудно найти квалифицированных молодых специалистов. Просто по этой тематике, как бы, вузы не подготавливают специалистов. Поэтому приходится самим учить. Очень много времени уделяем именно технической подготовке своих кадров. Сотрудников цеха РТРС, РТПЦ редко застанешь на месте. Они постоянно в разъездах. Объекты, обслуживаемые ими, расположены практически во всех районах республики. Об их непростой деятельности рассказывает начальник цеха Игорь Геоев. Какая основная функция вашего цеха и чем вы занимаетесь? Ну, значит, основная функция нашей задачи стоит в том, чтобы обеспечить вещанием, телевидением все труднодоступные, ну, дальние, скажем, районы, отдаленные районы нашей республики. Постоянно работаем, постоянно делаем какие-то профилактические работы, связанные, значит, с профилактикой оборудования для того, чтобы все это работало. Если, допустим, где-то у нас происходит отказ оборудования, соответственно, у нас есть постоянные связи, мы поддерживаем с главами администрации, которые всегда держат нас в курсе. Вот. И своевременно всегда выезжаем и делаем ремонт оборудования, чтобы люди смотрели и наслаждались телевидением. Телезрителям, ну, самое главное разъяснить и показать или там объяснить через вас, через печатное издание. Сосед, чтобы соседу мог помочь. Тот, который до сих пор смотрел аналог, может, он и не слышал, чтобы неожиданно 15 апреля он, проснувшись, не оказался, что он на экране, у него теплый экран, и ничего не видит. Чтоб человек в панике не был. Поэтому абсолютно никаких там, ну, скажем, сложных схем или там сложных манипуляций не надо на переход цифры. Одним проводком или одним нажатием на пульт это можно все в меню зайти и перестроить, если до сих пор этого не сделал. Проблем не должно быть. Если там какие-то люди не могут там, скажем, ну, есть же одинокие там, которые и пульт-то не умеют держать или что-то такое. Если там кому-то какие-то информации нужны, там есть у нас горячая федеральная линия, работает круглосуточно, с любой точки России, с любого оператора, сотовую хоть можно звонить круглосуточно, это 8 800 220 20 02. Там объяснят метод или там разъяснят. В любом случае мы это, если оно касается территориально нашего, нашей республики или нашего региона, мы эту информацию получаем, мы будем уже там, если там серьезно чего-то, то да, адресно будем разбираться. Многие телезрители, ну и вообще знакомые, задают такой вопрос по поводу выхода кабардино-балкарского телевидения на спутник, то есть на Триколор или там НТВ+, я не знаю, с кем они договор могут заключить. Есть ли такая перспектива и ожидает ли она зрителей кабардино-балкарии? Перспектива, конечно, всегда есть. И у населения, у кого оно есть, скажем, прием со спутниковых операторов телевидения, конечно, для них это удобно будет. Я думаю, и для населения, чтобы не только ГТРК, скажем, КБР, но еще полноценно увидеть свой региональный канал, это было бы очень замечательно. Перспектива есть, я думаю, это уже ведение республиканских там органов, властей. Это, скорее всего, решение правительства должно быть. Главное, чтобы телезрители оценили весь этот труд, и это все делается для них. Главное, чтобы они на своих экранах только могли слышать только хорошие вести и интересные передачи. Ну и, естественно, пользуясь случаями, я их поздравляю с наступающим в 2019-м годы, удачи их семьях, благополучия, здоровья. Спасибо большое, Сафудин Наурбевич. А нашим телезрителям я хочу напомнить, что сегодня мы беседовали с директором радиотелевизионного передающего центра Кабардино-Балкарской республики Сафудином Жиляевым. Сегодня мы попытались рассказать о деятельности сотрудников российской телевизионной и радиовещательной сети в Кабардино-Балкаре. У них большие планы на будущее и не вызывает сомнений, что они будут успешно осуществлены. А мы, телезрители, будем принимать качественный цифровой телевизионный сигнал. Успехов вам, хозяева эфира! Ва-да-да. Ва-да-да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Кабардино-болгарский государственный высокогорный заповедник. Так он называется официально. А если говорить от души, от сердца, глядя на окружающую красоту, на чарующий дивный мир, тогда хочется сказать, свято хранимая земля. Сокровенная, задушевная, а еще заветная земля. Площадь такой заповедная земля – 82 642 гектара – это единственный высокогорный заповедник в Европе. А какие земли объединены в нем, их называют будто слова из песни – Хазнидон, Сукан, Верхняя Балкария, Бизынги, Башиль, Чигем. Нет, действительно, для жителей, нет, действительно, для жителей, названия эти как гордый мотив, подхваченный горным ветром. И здешние реки, рожденные в ледниках, своим названием напоминают мотив песни, исполненной пленительной горянкой – Чигем, Чирек, Сукан-Сул, Хазнидон, Бизынги. Горы, горы, вас надо любить, как материнские любят морщины. Надо так высоко парить, чтобы вам целовать вершины. Здесь егеря свято берегут и древний могучий бук, и алую нежную рябину. Радуются встречи с гордой рысью и грациозными турами. Одним словом, это заповедник, это заповедная земля. Здесь у каждого ущелья, у каждой реки, озера, водопада свои тайны, свои песни, свои легенды. Кабардино-Балгарский государственный высокогорный заповедник был создан в 1976 году на территории двух районов юга Кабардино-Балгарии. Этот заповедник единственный в России, в официальном названии которого есть слово «высокогорный». Он расположен в самой высокой части Большого Кавказского хребта, и на его территории находятся все пятитысячные вершины Северного Кавказа, кроме Эльбруса и Казбека. Здесь сосредоточена половина всех ледников региона, общей площадью около 290 квадратных километров. Самый знаменитый ледник Безенги, крупнейший не только на Кавказе, но и в Европе. В народе его называют «ледяным королем Кавказа». Климат в заповеднике умеренно континентальный. Это означает, что при повышенной влажности температура может опускаться до низких значений. Территория заповедника покрыта сетью рек, берущих начало в многочисленных ледниках. Имеется несколько выходов минеральных источников. Мухтар Газаев, руководитель делового экономического центра стран СНГ по югу России, доктор химических наук. Более 26 лет возглавлял Кабардино-Балкарский государственный высокогорный заповедник. Несколько лет работал министром экологии и природных ресурсов Кабардино-Балкарской республики. Народы, населяющие горные территории, очень бережно относились к сохранению лесных угодий, почв, которыми они пользовались. Потому что среда являлась единственным фактором, который позволял им жить и мирно сосуществовать с природой. Формирование моего взгляда на природу дали мои родители, особенно отец. Нам бы хотелось сохранить тот уникальный комплекс природный и биологический, который есть у нас. Я считаю, что сегодня Кабардино-Балкарский заповедник по своим техническим возможностям является одним из лучших на Северном Кавказе. Пять жемчужин Кавказа, пять ущелья, неповторимых по красоте и рельефу, венчают в своих верховьях земли Кабардино-Балкарского государственного высокогорного заповедника. В каждом из них своя суровая красота, своя история. О них слагают песни и стихи о шуге. Эти девственно нетронутые места доверены государством охранять сотрудникам заповедника. Сохранить эту природу в нетронутом виде – основная задача заповедника. Изучать ее экосистему, научные исследования с привлечением научных организаций, сотрудничество в этой сфере с энтузиастами дает очень хорошие плоды. Я не перестаю удивляться, восхищаться этой чистотой, первозданностью и нетронутостью наших высокогорных ландшафтов. Наша основная задача – это сохранить эту уникальную, нетронутую, чистую природу и передать следующим поколениям. Здесь, в заповеднике, природа, великий творец и художник окрасила нерукотворные холсты великолепными пейзажами. От суровых и могучих вершин, линяков и водопадов до сосновых и березовых лесов и альпийских полян. На скалах и каменистой земле стелятся замысловатыми узорами лишайники. Растут можжевельники, ползущие ивы и фиалки, а цветение рододендронов на фоне белоголубых вершин вызывает восхищение. А еще здесь множество видов различных растений. Некоторые из них являются реликтовыми и занесены в Красную книгу. Интересен и животный мир заповедника – кавказский тур. Не полюбить этого красавца невозможно. Мускулистое тело, шелковистая шерсть, ловкость, играция, горца – туры не ищут легких путей. Бездонные пропасти, острые скалы, узкие горные тропинки, альпийские луга. Границы ледников для тура – это родной дом. В древние времена горцы считали тура символом молнии и животным от бога грома. Прописанный ныне в Красной книге, тур научился вынюхивать и высматривать охотника издалека. К стаду туров не подойти. Окружающую местность оглядывают сразу несколько сторожей. Запах человека они чуют за версту, точнее почти за километр, и свистят при малейшей опасности. Предупреждают туров и пернатые союзники – горные индейки-улары. Среди камней их не заметить. Зато улары видят человека издалека и поднимают шум. Так кавказские туры и выживают, хотя Красная книга угрозы их исчезновения не исключает. В верховьях Безингийского ущелья к Альплагерю к людям спустился с гор Белый Тур. Такие животные встречаются крайне редко. Старожилы Безинги и сотрудники заповедника считают уникальным случаем. 17-летний альбинос – горный красавец. Возраст его определили по кольцам на рогах. И он соответствует биологическому исчислению 100-летнему возрасту человека. То ли в силу преклонного возраста, то ли после трудной зимовки стал искать поддержку у людей. Егери заповедника подкормили его и пригласили ученых стать свидетелями этого уникального события. Ученые произвели обмер горного красавца, сфотографировали и сняли на видеопленку. Белые туры издревле являются священными животными для горцев. Существует много притч и легенд об этих изящных творениях природы. Мы предлагаем одну из них, записанную кинорежиссером и писателем Владимиром Вороковым. Жил в горах охотник. Страха он не знал, усталости не ведал. Звериные тропы читал, как Майдзин, молитву. Погоду угадывал по запаху ветра, дорогу к дому мог в ночи отыскать по звездам. Богатым человеком он не был, но звон золота никогда не казался ему музыкой радости. Единственным сокровищем владел охотник – длинноствольным ружьем, украшенным перламутром и серебряной чернью. Своё сокровище зверобой носил в войлочном чехле. А когда извлекал оттуда, сердце его замирало, как когда-то при виде любимой. Глазу охотника был орлины, повадки барса, а хитрости он напоминал рысь. Много лет прожил этот человек на свете, но не сам, да и никто из ущелья не помнил, чтобы пуля, выпущенная из его длинноствольного ружья, не сразила бы зверя на повал. Ушёл раз в горы охотник. С рассвета до заката бродил по тропам, удивляясь, как запутаны они сегодня. Ни одного рогатого тура не встретил. Даже орлы не парили в небе. Уже хотел уложить в чехол своё ружьё, когда на соседней скале, в лучах огромного и красного, как маг заходящего солнца, увидел белого тура. Никогда не стрелял зверобой белых туров. А здесь вскинул ружьё, не знавшее промаха. Грянул выстрел. Тур упал. Подошёл к скале, чтобы прирезать дичь. А тура нет. Только капельки крови на камнях. И голос откуда-то грустный, далёкий. Лучше бы тебе не стрелять в меня, человек. С тех пор удача покинула охотника. Ни одна пуля его ружья уже не достигала цели. Разбил он в гневе своё сокровище о скалы. Говорят, до сих пор в тех местах находят кусочки перламутра. Может, и неправда всё это. Только в горах Кавказа ни один охотник не поднимет ружьё на белого тура. Кроме туров здесь обитают кабан и лисица. Бурый медведь и рысь. Белка и заяц, русак. Множество видов птиц. А в высокогорье можно встретить редкого, изящного переднеазиатского леопарда. Чигемское ущелье, величественное в своей строгости и красоте. Одно из украшений его – знаменитые Чигемские водопады. Ежедневно с удовольствием, приезжают сотни туристов и отдыхающих. Местные жители предлагают туристам самобытные вязаные и войлочные изделия, слебные травы и альпийский мёд. Здесь же можно отведать блюда кавказской кухни и сфотографироваться на память в национальных костюмах. В Чигемском ущелье, недалеко от поселка Эль-Тюбюр, современные кары штурмуют небо. Парапланеристы раскрасили небесную синь своими цветными крыльями. Давайте взлетим вместе с ними, чтобы взглянуть на красоту земную с орлиной высоты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что здесь скажешь? Может выдохнуть свой восторг и воскликнуть «Ах!» Приезжайте в ущелье Чигема, взвейтесь над сказочной землёй. Вы получите незабываемые впечатления. Чигемское ущелье – это уникальное место, которое полюбили наши кинематографисты. Здесь снимались такие фильмы, как «Земля», «Санникова», «Война», «Раненые камни», «Садник с молнией в руке». А в 60-е годы снимался фильм по произведению Михаила Юрьевича Лермонтова «Белла». Вот на этой поляне был построен киношный городок, и режиссёр Станислав Ростоцкий снимал здесь основные действия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В старинном ауле Эль-Тюбю, где крыши домов упираются в голубой купол неба, родился великий поэт Кабардино-Балкарской республики Кайсын Кулиев. Кулиевское подворье расположено в стороне от основного аула в верховьях реки Джил-Гису. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый раз, когда я возвращаюсь сюда, говорит поэт, меня обступают воспоминания. Мне здесь дороги каждый камень, дерево, тропинка, родник. Здесь на коленях матери я засыпал счастливым детским сном. Кулиевские сакли и сегодня стоят, прижавшись к скалам. Орлы кружатся над ними, ветер гонит облака из долины, где когда-то жил зелёный аул её матери, Джунгу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И сегодня умыл впервые водой реки Чегем лицо моему внуку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта земля – наше общее счастье. Простые крестьяне, пахары и пастухи поклонялись этой земле, как и мудрецы, и поэты. Литературное наследие Кайсына Кулиева стало национальным достоянием народа. И он нам завещал. Мир и радость вам, живущие, Не от ваших ли забот жизнь идёт, Земля цветёт, существуют в мире сущее. Мир и радость вам, живущие, Чьим трудом земля живёт, Людям всем, без чьих забот В мире тьма была бы тьмущая, Мир и радость вам, живущие. По пути в заповедник мы увидели в горах косарей И залюбовались этим интересным зрелищем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заготовка сена в высокогорных селениях Это ежегодный, традиционный, Трудоёмкий, но необходимый процесс. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чирекское ущелье знаменито Необычайной красотой и величием. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это озеро называется Голубое. Оттого, что оно действительно зелёно-голубоватого цвета. У него много тайн. Оно никогда не замерзает. Температура воды зимой и летом 9,3 градуса. Это самое глубокое карстровое озеро в мире. Гигантский артезианский колодец. Учёные считают, что глубина таинственного водоёма 365 метров. Балкарцы называют его Чиреккель, значит, бездонная. В озеро не впадает ни один ручей, а вытекает река с ежесуточным объёмом 77 тысяч кубических метров воды. Зеркальная гладь водоёма около двух гектаров. Предполагают, что в озере есть огромная подземная пещера. Чтобы раскрыть тайны Голубого озера, на его берегу создан и действует дайвинг-центр. В озеро когда-то погружался знаменитый исследователь Жак-Ив Кусто. Но дна не достиг. Один из самых известных дайверов англичанин Мартин Робсон едва не погиб, исследуя озеро. Субтитры создавал DimaTorzok Да, у озера много тайн, и учёные пытаются раскрыть их. Многое пока остаётся неразгаданным, неопознанным. А далее по пути в заповедник, проехав через тоннель, можно полюбоваться одним из самых глубоких ущельей Кавказа, где течёт бурная река Чирек. В селении Верхняя Балкария стоят величественные сигнальные или сторожевые башни. Впрочем, подобные древние сооружения есть и в Безенгии и в Верхнем Чигеме. О Балкаруковской башне существует красивая легенда, согласно которой балкарский князь Актуган из рода Балкаруковых украл из Дагестана красавицу-кумычку Кермахан, дочь Шамхала, правителя Дагестана. Через два года Шамхал пошёл с войском в Чигемское ущелье, чтобы наказать отчаянного Актугана. Актуган разместил своих воинов по обеим сторонам узкого ущелья и приказал им стрелять только в лошадей пришельцев. «Не хочу проливать кровь своих родственников», сказал он своим воинам. На противника посыпался град стрел. Войска Шамхала остались без лошадей. Перед мужеством отступает любая сила. «Будьте счастливы», сказал Шамхал, Амтугану и Кермахан. С тех пор теснина, где проходила битва, называется скалистым мешком, а Балкаруковскую башню в Чигемском ущелье именуют башней любви. В ущельях заповедника можно встретить много пасек. Высокогорный альпийский мёд это замечательный продукт называемый «горное пчелиное золото». Он содержит в себе пыльцу лекарственных растений и отличается от других высокими целебными качествами и ярким цветочным ароматом. Это обусловлено высокой экологичностью продукта, поскольку Кавказский заповедник – регион, который отличается чистотой, а медоносные растения высокими целебными свойствами. В Хуламо-Бизингийском ущелье нельзя проехать мимо великолепного водопада «Девичьи слезы». Здесь путешественники и альпинисты утоляют жажду родниковой водой и просто любуются этим уникальным созданием природы, которая невероятными кружевами сплела эти дивные ручьи. Субтитры подогнал «Симон» А этот бурный и стремительный водопад туристы назвали брызги шампанского. В Хуламо-Бизингийском ущелье в селении Шики родился болгарский поэт-просветитель, философ, гуманист, основоположник балкарской поэзии Кизим Мичиев. «Малочисленные народы дают миру людей выдающегося таланта», сказал Максим Горький. Кизим Мичиев тому подтверждение. «Если б знал, где для Родины счастье найти, прискакал бы к нему, сделав ноги конем. Если б кровь, как река, разлилась на пути, переплыл бы ее, сделав сердце челном». Куда бы ни забрасывало поэта волной жизни, где бы он ни находился, сердце его неотрывно было связано с Балкарией, с ее бедами и чаяниями, радостями и надеждами. Через круги скитаний он снова и снова возвращался к родным вершинам, вдыхал аромат кизячного дыма своего аула. И даже тогда, когда волею судьбы был отлучен от Родины, не переставал думать о ней и просить Всевышнего возвратить его к домашнему очагу. Мольбы поэта были услышаны. Спустя полвека его останки были перевезены из Средней Азии и преданы родной земле. «Я молю тебя, Господи, ныне лучше в камень меня преврати, но остаться не дай на чужбине к моему очагу возврати». В короне заповедника много драгоценных камней. Самая большая его драгоценность это Безенгийская стена, величайшая стена Кавказа. Она возвышается над ледником Безенги и тянется почти на 12 километров. С давних времен Безенги притягивает к себе альпинистов. Краверс Безенгийской стены считается в мире альпинизма делом почетным и чрезвычайно трудным. Особое внимание к Безенгийской стене продиктовало строительство у ее подножья альпинистского лагеря. Альплагерь Безенги находится на территории Кабардино-Балкарского государственного высокогорного заповедника вдали от суеты цивилизации. В настоящий момент это учебно-спортивная база для альпинистов и комфортабельный курорт для отдыхающих, характеризующийся доброжелательностью и истинным кавказским гостеприимством. Директор базы Али Анаев доброжелательный и добродушный интеллектуал, помогающий в любой ситуации. Безенги самый суровый район Кавказа, здесь самые высокие горы, здесь красота своеобразная, суровая, и здесь вот среди этой суровой красоты восходители находили уют, тепло, что мы стараемся поддерживать. Ежегодно к нам приезжает до полутора тысяч восходителей, и все они любители активных видов, отдыха, спорта, горы, воспитывают. Наша основная работа там направлена даже не на спорт высоких достижений, а на привлечении молодежи. Люди там после бетона, после стекла, после асфальта, да, хотят быть ближе к природе, и хотелось бы, чтобы они находили здесь то, чего и еще. Альплагерь Безенги зачастую принимает исследователей и ученых, изучающих горные территории Кавказа. По приглашению руководства заповедника сюда прибыли студенты и преподаватели географического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Они на практических занятиях изучали горные реки и ледники Черекского и Хулама Безенгийского ущелья. Мы приехали совершенно в удивительное место долины реки Безенги, где находится крупнейший центр леднения Центрального Кавказа. Здесь начинаются истоки крупнейших рек Черека, Безенги и многих других. И изучение этих водных объектов исключительно важно с различных сторон. Так сложилось, что наше пребывание в заповеднике в этом году совпало с Годом экологии. Наши гидроэкологические исследования послужат некоторым толчком изучения этих еще малоизученных и очень труднодоступных водных объектов. Посмотрели совершенно фантастические, очень красивые места. и я думаю, что студентам всю жизнь останутся в памяти эти красивые ландшафты, красивые бурные реки, мощные, исключительно красивые. И я думаю, что наше сотрудничество в будущем будет продолжаться все больше и больше. Прощальный день пребывания гостей в альплагере сотрудники заповедника подготовили вечер национальной кухни. На костре варилась ароматная шумпа, на мангале готовились жалбаур и шашлык. А какой же болгарский стол может обойтись без румяных и аппетитных хичинов? Ну а за праздничным столом гостей угощали бодрящим айраном. И как водится в кавказском застоле говорили тосты и добрые пожелания. Праздник завершился в уютной гостиной, где у камина звучали задушевные бардовские песни. Подернулись луги костра, вот и окончилось все расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где в граги края встретишься со мною. Милая моя, солнышко лесное, где в граги края встретишься со мною. Гости прощались с этим удивительным по красоте и радушием местом, а альплагерь жил своим повседневным ритмом, принимая альпинистов и отдыхающих. И потихонечу пятница крапок крыла, вот действительно проба смешна и легла. Милая моя, солнышко лесное, где в граги края встретишься со мною. Вот и все, говорим мы, тихо прикрывая за собой символическую калитку в райские заповедные кущи. Там, на пятитысячных вершинах, лежат вечно не тающие снега. Рысь сторожит добычу. Медведь вышел на охоту. Круторогий тур зорко охраняет покой мирно пасущегося стада. Это здесь живут и белый орел, и форель золотая, и кузнечики звенят в лугах. Это здесь хранятся тайно покрытые вековые клады, ведь нашли же недавно древнюю царскую корону, и чигемские сокровища нашли. Но все же главное богатство заповедника это природа. Эти сокровища не скрыты под землей, они на виду, радуют нас и предупреждают. Берегите орла и форель золотую, древний платан берегите и алую рябину. Скоро холодные ветры задуют и покроют все вокруг снега, пурпурные золотые листья упадут с деревьев на осеннюю землю. Вот отчего собираются в стаи журавли и гуси и жалобно кричат им жаль расставаться с такой красотой с родной землей расставаться. Игоря вышли на только им известную тропу бережно охраняя все что растет здесь все что живет на этой заповедной земле. Провожая в дальний путь стаи птиц они говорят им возвращайтесь мы убережем все что дорого корам лесу реке птицам и зверей конечно людям а пока тихо прикрываем за собой символическую калитку в край заветной земли мы еще вернемся сюда разве можно не вернуться в сокровенность и задушевность о Кабардино-Балгарском государственном высокогорном заповеднике вам рассказали Кабардино-Балгарском наш эфир завершён а завтра в воскресенье мы покажем в начале в сюжете тайный гор вы встретитесь с писателем краеведом и издателем виктором котлеровым а завершит эфир показ фильма наших коллег из ростова тропа берегите себя всего вам доброго